Здравствуйте, в эфире ДПСНО ОТС, меня зовут Анастасия Бойко. За прошлые сутки в регионе произошло три аварии, в которых один человек погиб и два получили травмы. О причинах расскажу в сводке. 25-летний мужчина погиб в ДТП в Новосибирской области. Автомобилист за рулем Мерседеса не заметил стоящую попутку, когда ехал по трассе Р-254. Иномарка протаранила ВАЗ. Водитель «семерки» получил сотрясение мозга и ушиб поясницы. У пассажира отечественного авто ушиб головного мозга и перелом предплечья. К сожалению, он скончался в больнице. Инициатор аварии отделался испугом. Ему грозит уголовное наказание. Пьяный мужчина без прав поехал на Мазде по Бердску. Решил не уступать дорогу пенсионерке, которая пересекала проезжую часть улицы Свердлова. У пострадавшей женщины двойной перелом ноги. Еще один мужчина без прав сел за руль марча и поехал с Курской на Нахимова. При повороте налево не справился с управлением. Ниссан занесло. Он врезался в Гранту, а от удара Ладу отбросило в световую опору. Пассажирке отечественной легковушки потребовалась госпитализация. Инспекторы задержали пьяного и буйного нарушителя. Для доказательства его вины в ДТП пришлось оперативно искать записи с регистраторов случайных машин. За рулем темного седана был молодой водитель, но уже рецидивист. В декабре лишили прав за пьянство. Однако это не помешало мужчине снова сесть за руль. Ехал с пляжа, где отдыхал с друзьями. В пути пил пиво. В центре города решил погонять, подрезал попутки, лихо входил в повороты. Один из маневров не удался. Легковушка зацепила попутку. Водитель решил скрыться. Задержали на левом берегу на Немировича Данченко и доставили в отдел полиции. Далее расскажем, какие машины угнали за сутки. По статистике, если заявить о подобной пропаже в эфире, то транспорт удается найти быстрее. Белую Тойоту Королу угнали с парковки на улице Максима Горького. Собственник оставил ее всего на полтора часа. Иномарка была выпущена в 1998 году. Скорее всего, злоумышленники вскрыли замки и соединили провода напрямую. Инспекторы разыскивают Тойоту РАВ-4. Ее угнали в первой половине дня с улицы Терешковой. Год выпуска авто – 2007-й. Цвет кузова – красный. Особых примет нет. Номер телефона дежурной части ГИБДД указан внизу экрана. Другим новостям. В Тыве завершились все армейские соревнования. Команду устроили ралли на грузовых Уралах, Камазах, Покемонах и Тиграх. В чемпионате приняла участие и сборная команды Росгвардии Сибирского округа. В следующем сюжете расскажем об особенностях военной гонки. Горный полигон Карахаак. Именно там проходят учения бойцов Росгвардии. В программе четыре этапа. Сначала заезд на 124 километра на грузовой технике. Затем управление бронированным авто. Третье испытание – гонка с преследованием. А затем командное состязание. Нужно проехать 142 тысячи метров по неизвестному маршруту, попутно отстреливаясь по мишеням. Превышать скорость нельзя. Максимум 60 километров в час. Цели двигаются и появляются в неожиданном месте. Нужно успеть выстрелить. Промахнулись. Не заработали баллы. Упражнения, которые здесь выполнялись в наших войсках, в Национальной гвардии, не применяются. Для нас это большой опыт. Мы их не практикуем. Этот грузовик – бронированный «покемон». Так спецназовцы прозвали машины во время Чеченской войны. Впереди бронелисты, а сзади кунг. Проще говоря, кузов или отделение для пехоты. Там в боевых условиях можно поместить примерно 10 человек. Сейчас только двое – пилот и штурман. Команды представляют четыре округа Минобороны России, воздушно-десантных войск, Северного флота и Росгвардии. Жребий ехать первыми выпал сибирским бойцам. Дистанцию надо держать и маленькую, чтобы не отставать от своих. Но и в то же время не получается держать маленькую дистанцию, потому что пыль стоит и вообще ничего не видно. Приходилось немножко разрывать дистанцию, чтобы, так скажем, видеть впереди идущего, чтобы не прилететь ему, не догнать его, так скажем. Сложнее всего последнему экипажу из-за песка и пыли. Видимость почти нулевая. Дистанция между машинами 50-100 метров. Меньше – опасно. Водительское мастерство демонстрируют на поворотах. Важно пройти на скорости и сохранить сцепление с покрытием. Команда победителей представит Россию на международном конкурсе. Белые рубашки с яркими шевронами. На погонах – праздничная красная вставка. 3 июля вся Россия отмечает день рождения ГИБДД. Присоединяемся к поздравлениям и желаем всем сотрудникам ДПС успехов на службе. День работы позади, все домой. Завтра сыну восемь лет, эх, выходной. Заметает мокрый снег поворот. Где-то там мой огонек, там жена не спит, все ждет. А давай напарник загари за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят дорог республики солдат. А давай, дружище, за своих, за городских и областных. Давай поднимем за ребят дорог республики солдат. Давай поднимем за ребят дорог республики солдат. На этом у меня пока все. Присылайте свои вопросы на почту, либо пишите в директ инстаграм-аккаунта. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и до скорой встречи в эфире. Анастасия Бойко.